Итак, давайте с вами откроем книгу Бытия, 2 глава, 18 стих. Книга Бытия, 2 глава, 18 стих. Мы выслушаем Слово Божие стоя. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему. Присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня тема моей проповеди – библейский взгляд на брак. Некоторые из вас скажут, ну, такие проповеди надо говорить на свадьбы, на сочетания. Но сегодня в мире, особенно в этой стране, мы слышим, что проповедники, пастыря проповедуют на тему брака все больше и больше. Некоторые скажут, мы не понимаем, зачем говорить об этом. Раньше мы об этом никто не проповедовал, никто об этом не говорил, и у всех все было хорошо. Сегодня у нас есть одна огромная проблема. Идет сильнейшая атака в этом мире на брак, как никогда. Раньше таких атак не было. Но что происходит сегодня? Разврат, который поширяется, который распространяется, особенно в этой стране, такого еще мы не видели. То есть, потому что идет огромная атака на брак, об этом нужно говорить, чтобы мы понимали и знали, как Бог смотрит на брак. Я хочу вам прочитать цитату с одной книги, неверующей книги, которой люди не считают себя христианами, книга о разводе. Вот как они считают, что такое, как нужно смотреть на брак. Я потом сделаю перевод. Your marriage can wear out. People change their values and lifestyles. People want to experience new things. Change is a part of life. Change is the part of growth. You have to accept the reality that in today's world, it is especially easy to get the worst. Letting go of your marriage can be the most fulfilling, successful thing that you can have ever done in your life. Брак может упроститься. Люди меняются, они меняют свои желания и стиль жизни. Люди хотят испытывать новые вещи в своей жизни. И перемены в жизни – это часть прогресса, часть роста. Вы должны принять реальность того, что сегодня очень легко развестись в этом мире и оставить свой брак, может быть, самым удовлетворительным и успешным делом, которое вы сделали в своей жизни. Вот, что сегодня мы слышим о браке. Я понимаю, что есть люди, которые делают развод грех, есть люди, которые страдают от этого греха, от развода, есть разные ситуации. Но мы видим, что мир имеет определенные, и люди, которые не знают Бога, имеют определенное понятие о браке, какой он должен быть. И одной из главных целей людей, которые в браке считают, что это fulfillment, это личное удовлетворение и счастье. И это самое главное, что является в браке человеком. И когда мы эти книги, вот такие цитаты читаем, мы понимаем, что эти люди не знают Бога. И потому что они не знают Бога, у них другой взгляд и неправильный взгляд на брак. Но как печально, когда вот это мирское мышление, безбожное мышление проникает в жизни церкви и в жизнь верующих людей. И теперь не только ты слышишь такие идеи и мысли в книгах, которые пишут люди, не знающие Бога, но ты слышишь среди верующих людей похожие мысли, похожие идеи. Сейчас, к сожалению, среди христиан огромный процент разводов. Если я не ошибаюсь, среди католиков меньше процентов, чем среди протестантов. Я помню, как один человек мне на работе жаловался, он католик, и он говорит, ты представляешь, я пришел со своей girlfriend к священнику и захотел, чтобы он женил нас. И священник, знаешь, что он меня спросил? Я говорю, что? Он спросил, если мы живем вместе. Я говорю, ну и что ты сказал? Он говорит, ну конечно. Он говорит, вы должны разойтись, только тогда я буду сочитывать вас. Ты представляешь, что он такое мне сказал? Я говорю, правильно сделал. Понимаете, вот хорошо, что этот священник здраво посмотрел на ситуацию, но бывает вот это мирское мышление, оно проникает в церковь, оно проникает в жизнь и в разум верующих людей, оно проникает в Christian counseling, есть христианские, в кавычках, counselors, которые приняли вот это ложное мышление и толкают семьи на разрушение. Не на созидание. Еще используют Библию, чтобы поширять разрушение семьи. Очень-очень важно сегодня понимать, какое у нас мышление. Не повлиял ли мир на наш разум? Не проник ли он в наши мысли? И не забыли ли мы, что Бог говорит о браке? Библия говорит, что человек имеет такую способность, он может брать истину Божью, потому что человек грешный. Он может брать истину Божью и в своей голове извращать ее. Один пастыр рассказывает, его друг христианин, который был женат 22 года на своей жене, решил оставить ее. Этот пастырь говорит, я взял, сел на самолет, полетел, приехал утром к нему, стучу в дверь, говорю, нам нужно поговорить, ты что творишь? Говорит, мы долго говорили, ну, к концу, говорит, его были такие вот слова. Ты не можешь судить меня, пастырь. Мы живем под благодатью. Бог хочет, чтобы я был счастлив. Бог простит меня. Ты не можешь загонять меня в свою законическую коробочку и заставлять меня жить по закону. Сегодня мы живем под благодатью. И Бог поймет меня. Этот человек бросил свою жену, бросил своих детей, бросил своих внуков, потерял членство церкви, бросил церковь. Этот пастырь говорит, что через некоторое время ему приходит приглашение свадьба на яхте. Приходи ко мне. Понимаете? Человек, вот что происходит сегодня даже с верующими людьми? Человек извращает Божью благодать, Божью истину для того, чтобы сделать то, что ему хочется, то, что он хочет. И очень важно сегодня проверять себя, какие у нас мысли, откуда эти мысли у нас, и являются, они имеют библейское основание в браке. Что такое брак? Брак – это то, что Бог установил в начале сотворения мира. Даже при тем, как церковь, Бог установил церковь, был сначала установлен брак. И сейчас я хочу подчеркнуть эту мысль очень-очень-очень серьезно. Правила для брака, для развода и повторного брака решает только Бог, потому что Он установил брак. Правила для брака решает только Бог. Не наша культура, в которой мы живем, не наши психологи, которые нам советуют, не наши голливудские звезды, которые влияют на мир, не даже государство. Только Бог устанавливает правила для брака, потому что Он установил брак. Но мне не нравится, я не согласен, мы живем под благодатью. Ты не решаешь правила брака. Бог не дал тебе эту власть устанавливать, какой должен быть брак. Твое дело не устанавливать, а быть послушным Божьему закону. То, что Бог говорит, и ты увидишь благословение в браке. Мы видим, что в Писании Бог говорит, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть мы видим, что Бог через брак решает проблему одиночества. То есть Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. «Хотя может мы сегодня слышим что-то другое. Живи для себя, наслаждайся собой, попробуй разных женщин, попробуй разные, как ты можешь за кого-то выходить замуж, жениться, если ты не попробовал. И так пробуют и разбивают сердце друг друга, и люди мучатся». Господь так не запланировал брак. Цель брака, чтобы человек не был один, нехорошо Бог сказал быть человеку одному. То есть одиночество Бог увидел в этом проблеме. И брак решает эту проблему. Ну многие из вас скажут, ну получается какой-то какая-то стычка между Моисеем и Павлом. Моисей в Пятикнижии пишет нехорошо, а Павел говорит, я бы хотел, чтобы все были такие, как я, и я не женат. Я хочу сказать, что здесь есть разница. Когда мы читаем «бытие», тут говорится всему человечеству. И для всех нехорошо. Но Библия говорит, что есть определенные люди, которые призваны к дару безбрачия и к особому служению, как это это был Павел. И для этих людей это их служение, это их миссия. Но для в общем, для человечества Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». Бог говорит, что чтобы у человека был успешный брак, человек должен оставить отца и мать. То есть он должен создавать отдельную семью, когда они вместе. «Оставить» это означает на разных уровнях. можно физически оставить, но эмоционально каждый день быть связанным. Можно психологически быть связанным, надеяться на маму или на папу, а не на мужа или жену. Можно финансово быть связанным. Я не говорю что родители не могут помогать своим детям финансово. Это очень хорошо и как сказать honorable, то есть очень достойно. Но родители, если вы помогаете, знаете, как когда-то голубей ловили, брали зерно и привязывали невидимую нитку и бросали. И голубь глотает зерно, а там ниточка, и его за эту ниточку тянуть. Так вот, если родители помогают, то там не должно быть ниточек. Там должно быть отдельная семья, отдельное решение. Вот, детки, мы вам помогаем, вы решайте все сами. то есть может быть финансовое человек не оставил. То есть первое Бог говорит брак это когда человек оставляет и прилепляется к жене своей. То есть прилепляется не к маме и к папе, прилепляется не, жена не прилепляется к своим детям. бывает такое, что в браке жена больше прилеплена к детям, чем к мужу. Такое есть. Но Бог дает вот это уникальное отношение прилепиться только мужем и женой. Нет, мы любим наших детей и мы о них заботимся. Но очень плохо, когда в браке близки с детьми, а далеки от супруга. Очень часто жены прилепляются к детям, мужья прилепляются к бизнесу, который он начинает, к работе, карьере. И он очень сильно прилепился. К жене не прилепился, к семье не прилепился, а к бизнесу своему или к своей карьере он прилепился очень сильно. но Библия говорит, что прилепиться именно к жене своей. То есть брак это когда муж и жена имеют это особое отношение и они не прилепляются. И это процесс. Это не так вот вас церкви повенчали и завтра вы прилепились. Жизнь дорога длинная. И вот на этой длинной дороге ты прилепляешься. Особенно когда вы вместе встречаете горе. Когда вы вместе встречаете трудности. Когда вы вместе встречаете боль. Но если в голове у тебя что брак для меня это чисто мое самоудовлетворение, то любое камешек на дороге жизни, любая проблема, любая ямка я готов выскочить и искать другое что-то. Никогда не забуду как один пастырь рассказывал, что пришел к одной семье верующей, посетил жену, которая была уже при смерти. Она была больна раком, он ее посетил. И она говорит, говорит, я не успела еще умереть, а мой муж уже с другой женщиной строит отношения. Это верующие люди. Понимаете? То есть жена заболела, она меня больше не удовлетворяет, теперь я могу искать кого-то другого. Вот это называется мирское мышление. Библия говорит, это прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. Вот это уникальное отношение между мужем с женой и мужем и женой. Двое стоят одной плотью. Это не с детьми, не с мамой и папой, не с друзьями, не со своей работой, карьерой, не со своими развлечениями, а только Бог дает эту заповедь мужу и жене. Двое одна плоть. И когда двое становятся одной плотью и они расходятся, человек испытывает огромный разрыв в своей душе и своей жизни. Вот почему Бог против развода. Библия говорит, Бог ненавидит развод, потому что последствия очень страшные. Но к сожалению вот это мышление неправильное, что брак это главная цель брака, чтобы меня удовлетворить, чтобы меня только сделать счастливым, оно проникает в христианские круги. Одна верующая женщина написала пастырю, ну это в Америке здесь письмо, я нашла человека, в котором я получаю удовлетворение и счастье. Я сделал большое одолжение моему бывшему мужу, что я бросила его, потому что теперь он тоже сможет найти человека, с которым счастлив. Он счастлив. Пастырь, я моллюсь за моего бывшего мужа, чтобы он нашел именно такую женщину, с которой он счастлив будет. Вы видите, какое идет извращение у людей в разуме, когда говорится о их жизни, о их, как им нужно жить. В Бибии написано, что человек грешен, и он может извращать в голове истину Божью. Так вот, я хочу сказать, дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, Бог желает от нас не вашего личного счастья, а послушания ему. Бог желает послушания ему и его слову. Самуил когда-то сказал Саулу, послушание лучше жертвы и повинование лучше только овнов. Для Бога важно наше послушание ему, насколько мы послушны его слову. Димон, ну ты как такие вещи говоришь жесткие, это значит, что Бог не хочет, чтобы я был счастлив, что это за закон такой, что это за правила такие. Проблема в том, что потому что мы грешные люди, мы имеем бывает неправильное понимание счастья. Мы думаем счастье, как я разговаривал с одним человеком и он так мне в лицо говорил, да, я изменяю своей жене. Я говорю, а что, почему? Твоя жена что-то? Нет, все нормально. А почему ты изменяешь? Я хочу что-то новое попробовать. Так с насмешкой мне говорил. То есть у человека в голове это его счастье, попробовать что-то новое, изменить, бросить свою жену, которая поддерживала, которая была рядом возле него. И это счастье. Для этого человека, который 22 года прожил, он встретил молодую девушку. Значит, 22 года это его жена поддерживала, помогала, родила ему детей, прошла с ним огонь и воду, и вдруг он кого-то встретил, и он решил, что вот с ней он будет счастлив. И бросил детей внуков. То есть, Библия говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот очень часто люди думают, вот это счастье, вот это путь прямой, вот это путь правильный, вот я хочу быть счастливым, но в конце этого пути это смерть. Ты хочешь сказать, Дима, что Бог не хочет, чтобы мы были счастливы в браке? Нет, дорогие, Бог создал для того, чтобы люди были счастливы в браке, но есть правильные пути, как ты можешь иметь это счастье. Иисус наш Господь сказал 5 глава Матфея заповеди блаженства, например, блажен нищий духом, блажен кроткий, то есть наше удовлетворение в жизни не происходит от того, что ты встретил молодую девушку и бросаешь свою жену. Наше удовлетворение не происходит, потому что у тебя проблемы, ты не можешь решить, и ты решаешь просто все бросить и уйти, быть одним и считаешь, что одним тебе будет намного лучше или одной, чем в браке, где проблемы. Удовлетворение приходит от Бога, и оно приходит, когда мы живем по слову Его. Когда человек в браке живет по слову Ему, почему бывают люди не знают Бога, неверующие люди, но они живут хорошо в браке, потому что не понимая даже, не осознавая, они живут в браке, хотя они не ходят в церковь и не читают Библию, но они живут по законам Божьим, они верны друг другу, они любят друг друга, они поддерживают друг друга, и блаженство и счастье не происходит от того, что мы думаем, что есть счастье, но блаженство и счастье в Боге, и когда люди в Боге пребывают и живут по Его заповедям, они испытывают настоящее счастье в браке, настоящее единство, духовное единство, настоящие победы, Бог не сказал нам, что у нас не будет трудностей, Бог не пообещал, что все будет гладко, но Бог также не сказал, что если у вас трудности, бросайте и ищите кого-то другого, Бог, Иисус Христос, мы сегодня с семьей говорили об этом утром, Христос говорит, плывите, Христос знает, что там шторм, и говорит, плывите туда, не оплывайте, не вокруг шторма, а вот прямо в шторм плывите, вот часто Бог позволяет, чтобы и наш брак прошел через шторм, чтобы мы прошли через трудности, потому что трудности, они очищают нашу душу, они приближают нас к Богу, и они могут или укрепить наш брак, или разломать наш брак, зависит от нас. Один молодой человек говорил, я не хочу жениться, пока у меня не будет дом, пока у меня не будет то, сё, там назвал всякие эти, как я называю американские штучки, а я говорю, ну хорошо, допустим, ты купишь красивый огромный дом, красивую машину, красивое всё там сделаешь, и вот жена придёт, твоя будущая, и она чужой человек, ты всё накупил, ты всё сделал, она к тебе пришла, а теперь давай я тебе другую картину нарисую, вы вместе ищите работу, вы вместе проходите через трудности, вы вместе собираете деньги, вы вместе покупаете дом, вы вместе делаете решение, я говорю, где будет больше радости для твоей жене, первое или второе, когда вы вместе проходите и вместе строите, когда вы вместе что-то делаете, он говорит, ну конечно, когда вместе, я не говорю, что нельзя там купить дом до свадьбы, не в этом мысль, мысль в том, что it's ok, если мы проходим трудности, it's ok, если у нас в начале нашего жизнь дорога длинная, it's ok, если в начале нашего пути нету все, что мы хотели, it's ok, главное, дорогие, чтобы был Бог, чтобы Бог был, вот это самое главное, чтобы Бог был в семье, чтобы страх Божий был в душе, вот это самое главное. Итак, разломать брак очень легко, сегодня в мире, вот пойди в сити-холл, возьми документ, заполни, тебе даже не надо говорить серьезные причины, почему ты разводишься, очень легко все разломать, но удержать и созидать это намного труднее. И мы видим, что Господь призывает нас быть послушны Слову Ему. Не разламывать, но проходить через трудности вместе. Держаться за Христа, исполнять Его Слово, хотя может очень тяжело, и вы испытаете благословение в своей жизни. Люди в мире имеют неправильное понимание, что счастье это какая-то вещь, которую ты нашел на земле, и ты стал счастливым. Сейчас мы слышали, что в Нью-Хемпшире один человек выиграл огромное количество денег, я не ошибаюсь, один миллиард, я не помню, огромное количество денег. И вот люди думают, вот в этом счастье человек нашел, он выиграл эти большие деньги. Ну мы же знаем историю богатых людей, мы знаем, что самые богатые люди не всегда счастливые люди. Некоторые с ними кончают жизнь самоубийством, их дети. счастье это не вещь, которую ты находишь, счастье в браке это не лотерея, которую ты выиграл, счастье это когда ты живешь по Божьим законам, живешь с Богом, исполняешь и ты ложишься спать, и у тебя душа чистая. Ты знаешь, что ты живешь в центре воли Божьей, что ты живешь, пребываешь в Боге, что ты зависишь от Него, и что ты нуждаешься в Нем. Вот это счастье, а не наши какие-то греховные, испорченные желания. Почему я говорю об этом? Потому что опять брак сегодня атакуется со всех сторон, и мы очень много и на мидиа, социал мидиа, слышим много негативных комментариев и критики о браке. Но я хочу сказать, дорогая церковь, брак это благословение. Бог создал брак. И когда люди живут правильно, живут под Божьим зонтом, то это огромное благословение. Но это не означает, что не будет трудностей, это не означает, что не будет переживаний, но мы верующие люди. Даже когда мы встречаем неверующих людей, которые хотят расторгнуть брак, мы должны всегда поддерживать, подождите, пойдите может к помощи, обратитесь, чтобы вам помогли. Мы верующие люди должны всегда поддерживать то, что Господь поставил. То есть то, что Бог сочетал, это человек не разлучает. Аминь. Давайте мы помолимся с вами, помолимся за семьи сегодня, за браки в нашей церкви, в других их. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю, что Ты создал брак, я благодарю, что когда мы с Тобой, когда Ты являешься центром в нашем браке, то мы испытываем большие благословения. Я прошу, помоги нам это делать, я прошу, помоги мне это делать в своем браке. Помоги, Господь, нам всегда стараться хранить и держать и держать Тебя, Господь, в центре. Давай нам силы. Может, какие некоторые браки проходят через трудности, я прошу, дай им силы в этой жизненной дороге, не споткнуться, не упасть. Ну, укрепи их, чтобы они могли пройти через шторм, который они проходят. Я прошу, Господь, помоги, чтобы наши семьи, браки, которые в нашей церкви, чтобы не было влияния мирского, чтобы вот это мирское влияние не заменяло истину Божью в наших разумах. Помоги нам быть послушны Слову, а не миру. Помоги нам, Господь, бояться Тебя, а не людей. Благослови наши браки, укрепи их, Господь, в Тебе. Мы просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас хор поставят Господа. Спасибо.